а на западе на они надеются что сбрасывая балласт в виде стран людей в том числе своих сторонников они как бы смогут перегруппироваться скопить силу и возвратиться усилившись вновь там через какой-то промежуток 10-15 лет другое дело что и иные силы конкурента и не спят и не будут смотреть как вот это происходит поэтому они будут заходить на те территории площадки откуда уходит запад будут усиливать там свое влияние ну а действительно для нашего региона где традиционно там ряд государств правительственно американцев надеются это очень серьезный урок и показатель что не думайте что даже там присмыкаясь перед ними исполняя любые прихоти можно потом оказаться на борту этого самолета потому что или или просто оказаться скажем выгодной ситуации поэтому это повод задуматься очень серьезно особенно на украине вы просто предупредить засхитили вопрос да вот для украины это такой же яркий пример да то есть что бывает после двадцатилетней даже скажем так вообще такой ну не экспансия но после двадцатилетнего влияния и действительно настоящего нахождения в стране вот что бывает финале вот украина должна присмотреться сейчас повнимательнее к афганистан ну украинские элиты точно тут те кто делает ставку на сотрудничество с сша британии на запад безусловно должны очень серьезно присмотреться другое дело у меня такое ощущение что эти элиты вот так не думают они думают ну вот с нами так не произойдет во первых мы тут это другое мы тут европе мы значит будем всегда полезными в качестве анти россии нас будут поддерживать но история она такая непредсказуемая вот может в какой-то момент действительно все измениться и не британии не с не сша вот украина ну так особо не будет нужна и они окажутся один на один со своими проблемами со своим народом тоже во многом разочарованным разъяренным вот этой их властью ну и конечно один один с допустим влиянием россии которые тоже не будет спокойно смотреть на хаос если вдруг он развернется точно также на украине поэтому да это для них урок очень убедительный пример того что вот бывает когда делаешь ставку на таких достаточно циничных союзников типа американцев или британцев